здравствуйте это канал дикий live меня зовут виталий дикий а как всегда интересные гости с удовольствием представляю вадима карасёва украинского политолога добрый день добрый день виталий у меня много вопросов с разных спектров нашей жизни сегодняшнего дня и хотел бы все-таки начать с очень актуального сегодня байден и вчера кстати тоже байден выразила беспокойность в случае в ноябре выборы конгресс если победит республиканцы то помощь американцев нам а я напомню сегодняшний с 17 с половиной миллиардов долларов может значительно уменьшится как вы это воспринимать ну как предвыборную стратегию байдена вот показать что республиканцы они отходят от двух партийного консенсуса поддержки украины это отразится на событиях в украине я имею ввиду военных действиях военных действиях это если отразиться то я бы не стал что прямо так и в какой-то степени мы можем вот говорить что после массированных ракетных и дроновых ударов по украинской инфраструктуре вот которые идут методично уже вторую неделю так вторая неделя заканчивается началось это 10 октября октября но как бы какое-то резкого увеличение какое-то резкого увеличения военной помощи со стороны запада мы не видим да они пообещали добавить нам пво так уже немецкая и резки одна по моему установка уже есть в украине но не более того это первое поэтому мы видим что вот почему-то к моему удивлению несмотря на то что мы активно педалируем эту тему инфраструктурного нападения на нас так инфраструктурной войны со стороны россии тем не менее ну реакция покалял наших западных партнеров и друзей не знаю чем это связано вот но она вот такая возможно какое-то ближайшее время мы увидим более активное большую активность наших друзей и в этом направлении это три но есть еще один момент на который надо обратить внимание конгресс в котором сейчас большинство в нижней и верхней палате за демократами может принять законопроект он уже готов по предоставлению украине помощи в размере 50 миллиардов долларов который хватит на весь двадцать третий год поэтому гипотетически новый конгресс где уже наверное точно будет большинство республиканцев палате представителей в нижней палате по сенату там пока ситуация 50 50 и который в студии который начнет работать в январе двадцать третьего года это в конце января двадцать третьего года вот тогда уже у конгресса республиканского так будет меньше возможности меньше маневра вот для того чтобы принимать такие финансовые военно-финансовые решения о каких они вот предупреждали частности устами лидера республиканского меньшинства палате представителей макарки вадимирович американцы и международное сообщество но некоторые страны говорят о том что иран является полноправным участником военных действий то есть мы видим как россия используют дроны и камикадзе летательные аппараты насколько знаю речь идет также и обучение российских операторов которые руководят этим процессом со стороны ирана скажите почему россия это делает у них не хватает своего оружия таких дронов ведь на минималка идет потому что высокоточные управляемые ракеты баллистические кинжал но они достаточно дорогие во вторых украинская так она уже каким ракетам научилась эффективно отражать это вот эти ракетные удары потому что там есть контакт радиационная реактивная из боеголовки ракеты выделяется во время полета выделяется радиационный такой фон тепловой так и на это реагируют ракеты пво а дроны они ну как и почему их называют мопедом там поршень так мотор поршневой как на мотоцикле таком еще старом мотоцикле я вас так как был когда-то мотоцикл там лет пятьдесят назад вот и тут пво не срабатывает потому что пвошники или ракеты противовоздушной обороны так они реагируют на тепловые вещи которые со стороны ракетного ракета в полете бывает а тут нету этого тут обычный скажем так механизм простой поэтому пво наше не справляется единственный способ сбивать это сбивать на подлете к той или иной цели с помощью обычного стрелкового оружия что мы и делали но есть опасность связанная с тем что тогда может быть изменен маршрут этого дрона и он может упасть не на тот объект который таргетированно запрограммирован в полете так полета упасть на жилой дом и мы знаем тоже что у нас по этому поводу был спор потому что самом начале лихо мы начали и пытались сбивать эти дроны ну а затем министр внутренних дел монастырский сказал что все-таки нужно здесь быть более аккуратным и в общем-то не спешить с беспорядочной по крайней мере стрельбой по дронам иначе это может вести смертоносную опасность для обычных объектов а не объектов там войной инфраструктуры или там гражданской инфраструктуры тэц и тогда владимир сейчас скажите пожалуйста вот наличие огромного количества дронов ну допустим они сейчас иранского производства у россии возможно из других стран будут появляться у россии эти приборы скажите а они могут изменить ход войны ну пока смотрите конечно какой-то степени они меня отход войны потому что акцент с наземных операций где сейчас инициатива принадлежит украинским вооруженным силам так и засову и где вот в наземных операциях российская группировка но должна отходить отступать нести потери акцент перенесен на воздушные операции но как ракетные так и дроновые ну такая дронница так это вместо конницы как когда-то вот такая дронница кстати говоря мы тоже вот прорываем оборону в наземных операциях с помощью современных тачанок когда берется пикап устанавливается там такой крупно калиберный пулемет группа группа вооруженная такая группа небольшая и стремительно прорываемся в тыл врага потому что фронт не является скажем так тотально фронтально защищен а есть такие лакуны куда можно прорваться мы туда прорываемся вот с помощью таких лихих современных тачанок и угроза окружения российских группировок приводит тому что они вынуждены отступать потому что мы не действуем блок принимались и такие решения действовать в лоб большими силами колоннами но это показало не очень большую эффективность а вот эта эффективность вот тоже как бы такая конница современная но но это наземные операции а вот они сейчас россия так перевели это все на воздушно военно-воздушные операции на воздушную войну и сейчас это удары по инфраструктуре гражданской или критической инфраструктуре удар по теплоэлектростанциям по трансформаторным подстанциям по диспетчерским пунктам для того чтобы создавать инфраструктурные помехи трудности для и гражданского населения и для ну например логистики перемещения военных грузов с западной границы украины на восток на на фронт поэтому уже какой-то степени ход войны он изменился пока трудно говорить там какой будет успех результативный на сам ход структур боевых действий меняется и она наверно будет и меняться с расчетом на воздушную составляющую по нескольким причинам во первых ну саровикин он нынешний централизованный так скажем командующий вооруженного так называемой специальной военной операции является командующим военно-воздушных сил военно-космических сил россии во вторых это сирийский сценарий такой когда наземные операции в сирии проводили не российские группировки сухопутные а либо части сирийской армии и иранской иранцы так иранской армии и группы группировки ксир корпуса и стражи исламской революции а российское участие ну как раз ограничивалась нанесением военно-воздушных ударов военно-космическими силами по гражданской и военной инфраструктуре массированные удары есть опыт например характеризуют суровикина по разу даже называют сирийским мясником так генерал армагеддон там песник почему потому что есть опыт алепо как с воздуха практически вот городские бои были в алепо но вот с воздуха военно-космические силы российской федерации так они фактически бомбили там город города мало что осталось вот поэтому вот это два такой сирийский сценарий перенеси учитывая опыт военно-космических сил и опыт суровикина сирийский опыт третье дело идет к зиме и вот сейчас скажем российские атаки на инфраструктура они но пока носят скажем так умеренный характер они не бьют по большим гэс так гидроэлектростанции пока не затронуты и не говоря уже о том что пока не дай бог пока конечно точнее так дай бог чтобы этого не было не трогают атом электроэнергетику а у нас в балансе энергетическом балансе электроэнергетике атомная атомка занимает достаточно серьезное место и не бьет по подстанциям которые перераспределяют вот эти 750 киловольт пока 350 или там 330 киловольт так что вот сейчас это показать какой может быть украине военная зима психологически надломить украинское общество посеять разного рода скажем ропот глухой а потом более громкий что надо сдаваться там надо идти на перемирие надо перестать воевать вот такой сломить как бы сопротив волю сопротивления волю сломить так прежде всего гражданского населения общества и но показать какая военная зима ну и последний момент все таки дело идет к зиме уже сегодня вот в черкасской области выпал первый снег или черниговской черкасской не помню так а это значит что наземные операции они будут затухать потому что погодные условия не будут давать преимущества для танков для самоходок раз во вторых холодно 2 и третьих не будет зеленки где можно прятать например те же хаймерсы или самоходные установки так немецкие или артиллерийские там три семерки так артиллерийские ствольную артиллерию и для вас это как бы ну скажем так более удобная для воздушных целей ситуация так что дроны так и ракетные обстрелы и дроновые атаки дронницы вот это и так они конечно меняют ход структуру боевых действий поменяет ли это исход войны но это много будет зависеть от вот предыдущих вот на предстоящие две максимум три недели когда время играет на нас так а после она будет играть возможно уже и не на нас потому что мобилизованные российские так придут на фронт они заполняют вот эти все лакуны фронтовые выставят более серьезного и эшелонированную и более тотальную оборону ну и я уже сказал зимний вариант войны он конечно тут тоже для нас пока по крайней мере но менее прием поэтому нужно сейчас сделать все чтобы обеспечить хороший задел на зимнюю кампанию на зимнюю военную кампанию так вот чуть позже вадимирович мы чуть позже будем об этом говорить извините что перебиваю но все же еще раз еще раз скажу я какой исход войны будет я как бы то сейчас трудно сказать так но вот ход военных действий боевых действий он конечно уже несколько иное чем был до вот этого инфраструктур этапа нового этапа инфраструктурной войны за действованием военно-космических сил ракетных обстрелов и иранских дронов в этом контексте еще один вопрос и идем дальше говорить относительно ситуации вообще о войне и перспективах скажите пожалуйста а почему случилось так что именно сейчас после того что мы переживаем и пережили я говорю о воздушных ударах в том числе и дронов украинское правительство и представители военно-промышленного комплекса начали говорить о том что мы должны быстро в ускоренном темпе создать свой дрон что до этого делала ведомство я говорю министерство обороны и в том числе у короборонпром это огромный концерн чем это можно объяснить что у нас нет такого оружия ну смотрите ну даже никто не знает как повернется война какие формы она приобретет расчет же был на высокотехнологичную или даже ультра технологичной формы войны это его это ракеты ракетная артиллерия так война показала что она другая война и кстати американцы никогда не ожидали что в этой войне главную себе функцию бога войны или звание бога войны вернет обычно ствольная артиллерия как это было во время первой мировой войны никто же этого не ожидал сори сори никто этого не ожидал так поэтому кстати я и американские склады на складах американских почти не оказалось уже не хаймерсу не артиллерии одни и ведь джевелину помните вот и с четырнадцатого года как все время говорили о джевелинах вот смертоносное оружие но не будет применяться на поле боя только там инструктажи и так далее и так далее вот первые недели войны джевелинные главы вот они ну это или стингеры переносные зенитно-ракетные комплексы но это для партизанской войны это для афганистана больше так а не для тех боевых сражений которые ведутся в рамках большой межресударственной войны между двумя государствами и в рамках так называемой централизованной войны они каких-то полупартизанских группировок я уже не говорю там о таких военных действиях которые велись там в ираке в афганистане и так далее тут все по-зрослому как говорится и по классике военной то есть нынешняя война вот в украине начиная с российского вторжения она как бы возвращает многих возвращает в период или к пониманию к старому пониманию классических войн потому что последние годы вот философской литературе и в так называемой науки о войне полемология так слово полемос старое греческое слово полемика так слово полемологии вот говорили о том что конец войны конец старых войн какие-то новые войны это уже не войны это уже какие-то там состояние насилия конфликты низкой средней интенсивности и так далее так далее поэтому и готовились вот таким формам ведения войны либо если говорить о россии то или тех же соединенных штатов готовились к ядерной войне так там совершенствовали межбаллистические межконтинентальные баллистические ракеты и там проводили ну мы видим северная корея тоже включилась в эту гонку китай в гонку ну россия там модернизировала свои ядерные силы с юные штаты америки а вот тут сухопутная большая война да она конечно не носит такого характера как первой мировой войны но что-то напоминает например еще раз говорю роль артиллерии роль танков ну танки тут больше моторизованные формы войны это вторая мировая война но мы видим западном танки не дает артиллерию дает западные танки не дает ну и еще один момент так называемая копная война когда позиционные позиционные паты или пат на поле боя приводит тому что линия фронта становится ну примерно стабилизироваться и если мы посмотрим вот на донецкую область сколько уже начиная с лета так как когда было ну скажем россиянами оккупирована логин луганская область они приступили к наступлению на бахмутском славянском и кроматорском направлении до сих пор бахмут не могут взять знаете поэтому линия фронта вот так она как бы более-менее постоянно и посмотрите это когда еще харьков был оккупирован харьковская область была оккупирована россиянами линия фронта примерно 2000 километров нет как бы такого давно не было поэтому не готовы были что россияне готовы были где дрон вынуждены закупать в виране успешном порядке тоже касается скажем так и американцев и нас а то что сейчас таком как бы экстренном порядке мы разрабатываем такое как бы но дрон так хороший такой так для того что на полет на дальность полета 1000 километров очень важно это 1000 километров это уже можно достать москву потому что сейчас у них есть возможность доставать дронами и разного рода ракетами там ну калибрами например так нам черного моря с каспийского моря и киев и львов и ивана франковск из и тернополь и но пока закарпатье слава богу так еще пока не не обстреляны слава богу а все остальные предпочти обстреливаются то мы можем только пить куда по белгороду а это неравновесная ситуация симметричная ситуация если мы у нас была сейчас ракета подобного скажем так типа управляемая ракетно или дрон на 1000 километров или ракета вот на 1000 километров управляем мы могли бы уже выровнять ситуацию воздушных скажем так военно на военных воздушных операций потому что тут вот с помощью пво традиционного мы то небо прикрыли и самолеты авиаперевес российский который был в начальных фазах войны он снивелирован они кстати говоря очень дозированно используют свое преимущество в авиации потому что мы хорошо подбиваем пвошник и хорошо подбивает их самолет а самолет очень а самолеты очень дорогие в отличие от дронов поэтому они сегодня экономят свои авиагруппировку иногда используют на низких высотах штурмовую авиацию вертолеты армейские так который может как бы не хватить а вот сейчас они место вертолета на первое место выбрали такие дроны поэтому я бы вот эти все как бы претензии так которые ну какой-то степени я бы не сказал что это претензия но озабоченность вот прозвучало в вашем вопросе и претензии которые там высказывают друг критики вот все таки обратил бы внимание что и в россии россия и сша западные страны вот не были готовы к такому повороту войне вообще в такому повороту классическим формам ведения войны к военной классики так вот отсюда и многие виды вооружений которые считались перспективными там ультра технологическими еще какими-нибудь там радиоуправляемыми и так далее так далее они оказались не настолько эффективны как от них ожидалось а оказалось что примитивны как бы ну с точки зрения скажем так ультра технологизма примитивные механизмы на поршни так мотор поршневой в этих шахидах так дронов они оказались более эффективны но думаю это временно мы сможем со временем ближайшем все-таки противопоставить им эффективную меру защиты и будем сбивать и в большем количестве аудитория скажите пожалуйста у нас вот на севере и серьезная проблема насколько я знаю украинские генералы говорят что высокий риск повторного вступления в военные действия именно беларуси нужно на концентрирует большой контингент российских войск что касается иностранных западных партнеров которые тоже отслеживают ситуацию она говорят они говорят что невысокий риск пока что вы по этому вопросу скажете и как вы считаете беларусь пойдет на украину или нет ну пока не пойдет у них мало пока резерва вот это раз во вторых если на киев то шалонированная оборона давно уже есть давно так и если вначале даже используя фактор внезапности они не смогли очень-то достаточно эффективно наступать на киев и наступление вот она захлебнулась то думаю что сейчас было такое наступление то нам захлебнулась бы еще раньше на ранее на более ранее стадии и закончилось бы не отведением уже российских войск как это был в конце марта из-под киева и там черниговской сумской области а разгромом но это не значит что скажем надо не значит недооценивать такого рода риски поэтому мы вынуждены держать большую военную группировку на этом направлении северо-западном которая могла бы усилить южную группировку ну например на херсонском либо там мелитопольско-бердянском направлении это раз второе пока идут разные цифры но для того чтобы создать эффективное и опасное скажем так наступление но надо в разы увеличить раз-два наверное группировку пока там от разным оценкам 20-30 тысяч но надо наверно 50 как минимум для того чтобы численный перевес использовать и пойти возможно двумя колоннами одна один удар или одно направление удары такие а другое это ровно ривны а там давайте не будем забывать ривненская атомная станция они любят атомные станции захватывать так помните чернобыльскую взяли самом начале теперь запорожскую планировали пивден но в крайнем украинскую вот теперь могут нацелиться или планировать ривненскую потом уйти на запад украины вот туда перерезав логистические цепочки поставок вооружения из польши например на восток украины так наш восток дальше выйти через Винницу на Приднестровье таким образом вот с запада с северо-запада поставить под удар одессу одесский регион не с востока с николая херсонско-николаевского направления а вот именно с этого такой вариант думаю не исключается именно одна вилка один удар на киев другой туда и конечно же но это если смотреть вот даже по карте достаточно опасно для нас но посмотрим это такой вариант не исключаю что в планах есть не исключаю что он может быть задействован но на данном этапе вот такой непосредственной угрозы я не вижу по крайней мере Вадимирыч но мы же наблюдаем все-таки процесс накопления российского войска на территории Беларуси кроме того туда подходит очень тяжелая военная техника поэтому этот вопрос дело времени как вы считаете это вопрос не этого года все-таки все будет решаться на сейчас в ближайшие в наземных боях на земле за освобождение херсона херсонской области либо в направлении он наш наступательный удар в направлении мелитополя бердянской выхода на Азовской море и таким образом разрезая российскую группировку на две части после харьковских после харьковских событий харьковского наступления украинцы обеспокоены тем что очень замедлилась продвижение украинской армии вы это замечаете и скажите если мы говорим что время работает пока на нас вот этот не морозный период не зимний он как будет использован рационально военными украинскими или все-таки сейчас все будет созвучать относительно тихо и просто будет перегруппировка на зимний период как вы считаете я сначала нужно вот сделать все чтобы взять правый берег днепра херсонской области право убережно херсонской области освободить херсон это очень важно потому что на будущее потому что плацдарм херсонии на правом берегу днепра был важен для российских российского военного и политического командования для наступления на николаев и одессу вот с этого с направления если мы выбьем оттуда так когда мы выйдем на трудом и ракета скажем когда они лишатся этого плацдарма поэтому сейчас нужно так во вторых нужно сейчас попробовать еще раз прорваться на сватово рубежная луганской области так там тоже мы можем есть возможности для удара сейчас мы прощупываем слабые места в обороне вот на этих направлениях так что у нас до ну скажем тогда 20 месяц максимум остается для того чтобы развить успех да немножко скажем так продвижение замедлилось но и оборона россиян тоже усилилась так и мобилизация они готовят нашелонированную оборону окапывается но несмотря на это мы в наступление инициатива на нашей стороне они в отступлении в обороне но в общем то мы держим руку на пульсе будем отслеживаться событий также комментировать но я хотел бы все-таки обратить внимание на ситуацию в украине а вот внутренние процессы они тоже напрягают какой-то степени вот у меня есть два вопроса вот последнее время что я стал наблюдать очень активно возобновились действия украинских спецслужб противоопределенных политиков чиновников и не знаю там представители разных администраций мы видим всякие проверки всякие следственные действия и так далее чем эту активизацию можно объяснить это военный период решения своих вопросов с личными политическими оппонентами или что происходит не ну война требует мобилизации требует концентрации сил воли вот требует скажем единство такого потому что ситуация сложная и она тоже действия спецслужб они вполне объяснимы но просто есть разные что-то варианты есть например политическая составляющая так в каком смысле это борьба против коллаборантов паникеров блогеров которые выставляют снимки съемки попадания например ракет или дронов те или иные объекты инфраструктуры военная цензура официально не введена у нас так но это кстати плохо потому что это не годится это опасность опасность может нести для обычных граждан и для с военной точки зрения поэтому вот сбу нашла блогера который там показывал как падает ракета на муштенской области предупредила не знаю чем это закончится но это вполне разумное действие так и вообще если нет самоцензуры в обществе самоцензура тогда конечно же вступая в силу и вот действия по упреждению подобного рода действий которые наносят вред обороноспособности страны это касается и политической касается вот тех чиновников которые действовали или участвовали в деятельности оккупационных администраций в харьковской области ряде других регионов которые освобождены были украинской армии так что есть законка на конечном счете коллаборантов поэтому действие по закону действия а не произвол другое дело что могут быть какие-то эксцессы но принципе это все в рамках законности да может это кому-то не нравится да вносит нотку тревожности такую общественную жизнь но и война это же не расслабуха это же скажем должны быть все бдительными если не хватает бдительности значит для этого есть специальные службы на то они специальные на то они как говорят компетентные в этом отношении органы но если другая часть например работа набу антикоррупционного суда антикоррупционных действий потому что война войной но некоторые считают что все должно дальше продолжаться разворовывать гуманитарную помощь коррупционные схемы никуда не ушли поэтому а деньги просим у запада и без западной помощи нам конечно же но в разы было бы трудно труднее и социально из финансово и целом экономические точки экономической точки зрения и если есть такие факты значит надо или по пол появляются такие факты надо пресекать вот в этом отношении национальное антикоррупционное бюро работает мы видим как так арестованная группа людей которые или вы подозрение так вот я читал только что выданы подозрения некоторым чиновникам по поводу гуманитарной помощи так куда она подевалась и прочее там из кабмина есть там где-то ранга заместителей министра так так что работа правильная да конечно же могут быть и сдержки но с другой стороны но если мы посмотрим вот почти не видно оппозицию ну а какая может быть оппозиция по отношению к власти в условиях войны это все работают базовом консенсусе на победу общая базовая установка работа на победу закончится война вернется мирная жизнь вот тогда можно уже скажем так и поиграть в оппозиционность а для оппозиции тоже это вот найти меру критики или там меру дискуссионности тоже сложно это же касается и медиа например так конечно первые полгода мне кажется разумно телемарафон и скажем так отрегулировать медиа повестку в направлении ну скажем так больше консолидированными да бы сказал одноколеетом но поскольку сейчас война уходит на восток мы наступаем и побеждаем но какой-то степени надо и возвращать мирную жизнь и но по крайней мере культивировать какую-то дискуссионность в медиа это не значит что мы должны не вернется слава богу не вернуться эти все срать шоу которые были до войны шоу много смысла мало и никакого смысла производства не было но в то же время и скажем так односторонняя и точка зрения так без каких-то ну скажем так дискуссионных моментов она тоже уже мне кажется ну играет не совсем конструктивную роль потому что дискуссия для чего нужна в рамках базового консенсуса победы потому чтобы обсуждать когда закончится война чем она может быть закончится идти на переговоры если будут от нас требовать например ли там рекомендовать западные партнеры или нет продолжать ли войну так там на двадцать третий год ну в общем эти вопросы как-то мне кажется надо ну по крайней мере по понемножку дозированно хирургически наводить в медийную повестку начинать там так аккуратно аккуратно еще раз подчеркиваю их начинать обсуждать ну потому что это общее дело война это общее дело не дело власти это дело и общее свои власти поэтому общество тоже должно как бы больше знать о том как власть видит эту проблему решение этой проблемы так до каких пор война будет или это долгая война это что же если война в долгую так на несколько лет общество тоже должно к этому знать быть готовым к этому напрячь усилия ну и так далее поэтому конечно когда война политика скажем она обездвиживается на ну как конкурентная политика так полицентричная политика потому что главная политика во время войны это политика победы политика настраивания или настроенности на победу вадим юрьевич я так понимаю что какой-то степени вы поддерживаете сужение информационного пространства но говорите что сейчас уже настал тот период когда нужно потихоньку отпускать гайки я с вами эти согласен но недавно разговариваю одним из депутатом который состоит в это депутат украинского парламента который состоит в комитете по нацбезопасности он сказал мне что работа никогда не приостановится и даже когда закончится война мы в первую очередь будем бороться с пятой колонной и тут у меня почему-то возникает вот та история связана с охотой на ведьм вам не кажется что под таким девизом и таким лозунгом можно расправляться со всеми кто думает альтернативно я не говорю что противоположно и эта политика может в дальнейшем активно проводиться нет но я думаю что такие опасения они чрезмерны потому что а если мы победим или когда мы победим пока пятая колония это если война будет продолжаться дух конечно ситуация может меняться не нашим пользу на фронте ну тогда конечно могут проснулся всякого рода спящие но тогда да в этом есть как бы резон но если победа никогда победа то победа мы для чего победа нужна в войне за что воюем или воюем за демократические европейские ценности за украинское ображение почему скажем вот такой сопротивление героический отпор почти всего народа и на востоке украины против вторжения потому что мы защищаем свои свою украинскую демократию свой европейский курс за за курс на вступление в западный клуб в разных форматах так вот агрессия автократии автократических режимов тиранических режимов диктатур и так далее белоруссия вот россия что поэтому мы же не должны скажем так заниматься миметизмом так и видеть войне украины россии против украины и нашем сопротивлении миметический поединок когда фактически начинают стороны подражать друг другу мы демократии а не автократии и но правильно и самого начала и наше руководство высшего военно-политического руководства и на западе говорят о том что мы защищаем европейские ценности и помощь нам идет не только потому что бы сдержать россию и не только потому что украину любят а потому что украина понимает защищает европейские ценности демократические ценности поэтому победа войне это победа демократии украинской демократии демократической европейской Украины, а не просто государство Украины или там не просто украинской власти. Так что это не надо забывать. Нашим политикам, депутатам, которого вы анонимно цитируете, но им напоминать это надо. Что это не просто война над врагом. Победа над врагом. Война против врага. Это война против, это война за демократические европейские ценности. За европейскую, демократическую, свободную Украину. Свободную не просто от России, а свободную и внутри. Свободную для людей. Это борьба за то, чтобы мы жили в современном европейском обществе, потому что мы европейское государство. Вот же за что идет. Потому что Россия, она же хотела куда втянуть? В Евразию свою. Так называемый мир российский. А мы боремся за то и воюем за то, чтобы быть полноправным, полноценным, ответственным и уважаемым членом европейского сообщества. Демократического, либерального, свободного, просветающего и так далее. Разделяю вашу точку зрения. Еще один у меня вопрос. Он касается социально-экономической сферы. Мы прекрасно понимаем, что экономика Украины очень падает. Насколько я знаю, говорили о 45%. Иностранные эксперты говорят 35%. Мы это преподносим как успех. Хотя российская экономика упала лишь только на 10%. Это отдельная история. Но все же, очень много людей сейчас, украинцев, пребывает за пределами страны. Они когда-нибудь вернутся, как только будет благоприятное время. Дальше. Безработица колоссальная. В общем-то, инфраструктура очень сильно пострадала после последних событий и вот этих восьми месяцев войны. Мы будем поднимать это все на чужие деньги. И где есть гарантии, что эти деньги не будут использоваться в ненужных или как бы противоправных действиях. Кто за этим будет смотреть? Как это все будет происходить? И по вашему мнению, вот как вы это все видите? Давайте по поводу спада. Последние данные предварительные Национального Национального и главы нового Национального 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 и главы нового Национального 32% падения ВВП в Украине. Вот вы сравнили в России. Ну, война же не идет на территории России. Война на территории Украины. Так? И военные удары по всей территории Украины. И понятно, что в такой ситуации вынуждены сокращать производство. Например, Арчел Митталта, Криворож Сталь сокращают, другие сокращают производство. Я не говорю о промышленных предприятиях Востока Украины, которые оккупированы сейчас. Например, Мариуполь. Ключевой торговый порт, Центр Металлургии. Поэтому понятно, тут я бы не сравнивал, как в России и как у нас. Потому что у них театр военных действий на территории Украины, а не на территории России. Теперь, что касается отстраивания, ну, есть разные варианты. Ну, вот я не буду вдаваться в эту тему, но последнее заявление, одно из последних заявлений Олафа Шольца, канцлер Германии, о том, что надо подумать мировому сообществу о плане маршала для Украины. Мировому сообществу. Значит, такой вариант я не исключаю. Есть опыт успешный, например, того же плана маршала для послевоенной Германии, послевоенной Европы в целом. Вот. Как это будет? Ну, конечно, будет распределяться, конечно, будет контролироваться. Ну, НАБУ, например, разве это не орган, который может контролировать расходование этих средств, которые будут идти на, ну, фактически, преобразование Украины. Не просто на восстановление, не просто на обновление, а преобразование. Потому что это возможность через план маршала, через такие огромные суммы, фактически, преобразить страну на новых инфраструктурных, экономических, экологических и социальных основаниях. Поэтому деньги будут давать международное сообщество, значит, и под контролем международного сообщества. Поэтому, если кто-то тут думает и там уже как бы планирует, как эти деньги освоить в своих интересах, ну, пусть на это не надеются. А если у них даже что-то получится, то все равно европейское правосудие и наши антикоррупционные органы, так, тоже антикоррупционное бюро, национальное антикоррупционное бюро, ну, на таких найдут. Таких найдут и найдут на них управу. Владимир Ильич, спасибо вам большое за ваши мысли, за ваши ответы. Надеюсь, что все-таки будет реализовано. Вадим Карасев был гостем канала Дики Лайф. Благодарю вас, телезрители, что были вместе с нами. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Не теряйте оптимизм. Увидимся. Надеюсь, на встречу с интересными гостями в дальнейшем. Я думаю, что будут рассматриваться резонансные важные темы. Всего хорошего. С большим уважением. Виталий Дики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok